Губкинский готов противостоять острым респираторным вирусным заболеваниям и инфекциям и дать отпор гриппу. Это сезонные болезни, с которыми можно и нужно бороться. Поэтому с началом осенне-зимнего периода в администрации проводятся заседания санитарно-противоэпидемических комиссий. За прошедшую неделю не было у нас. У нас остается один случай непривитого ребенка. По совокупному населению, как я сказал, на 16,6%. И отмечается рост среди детей 7-14 лет. 3-6 и 15-17 лет подростки. Проще говоря, в Губкинском уже наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Есть и один ребенок, которому поставили диагноз грипп. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора и городской больницы, и в прошлом сезоне, и в этом, гриппом заболевают только непривитые люди. Поэтому на заседании обсудили вопрос вакцинации населения. Проблема, что касаемо организованных детей. План прививок подошкольников у нас 561 человек, а согласие получено по всем садам 383. То есть мы фактически не сможем, если не будут дополнительные согласия, выполнить тот план. План прививок подошкольникам 2000 человек, а согласие фактически получено 1289. То есть здесь мы тоже не сможем выполнить. Хотя медицинские работники делают все возможное, чтобы объяснить родителям преимущества вакцинации. Врачи выступают на классных часах перед детьми и раздают им заявление согласия на прививку. На родительских собраниях медики приводят различные доводы за вакцинацию. Выходят сюжеты и на телевидении. Тем не менее, многие губкинцы отказываются от прививки против гриппа. Мы рассказывали о составе прививки, о том, что противопоказаний всего два. О том, что у нас не наблюдалось тяжелых реакций на одну прививку. И о том, что дети не будут допущены. И какая это прививка, что она российского производства. Что из чего состоит все это уже бы озвучивалось. Продолжить работу со СМИ в этом плане. Естественно, аналогичный блок при работе на родительских собраниях с выступлениями медицинского работника. Тоже нужно проработать о том, чтобы снимать эти страхи, которые у населения существуют. Подобная работа, отметили сотрудники Роспотребнадзора и городской больницы, проводится постоянно. До губкинцев доводится статистика, согласно которой все 18 заболевших в этом году не были привиты. Два ребенка после гриппа получили осложнение в виде пневмонии и попали в реанимацию. Однако, многие родители продолжают отказываться от прививок и себе, и своим детям. Управление образованием отработало вопросы, связанные с вами по родительскими собраниями. Резко это в нашем ее плане. Максимально углили подготовительную работу с точки зрения присутствия максимального количества родителей. Родители есть. Вот, максимально. Второе, продолжать работу со списком педагогов, чтобы мы тут сняли этот вопрос по педагогам. Стоит отметить, что по вакцинации от гриппа лидируют именно педагогические работники. Из общего количества педагогов привито уже более 92%. Более 60% медработников сделали прививки от гриппа. Остальные организации тоже участвуют в прививочной кампании. Хотя до выполнения плана по вакцинации в Губкинском еще далеко. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского.